Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Кнок-Нок, то есть тук-тук, и мы находимся... Сейчас у нас задача, в общем, в следующем. Нам нужно снова выйти в лес и попробовать найти там что-то. Это происходит практически каждый день, но я не пойму, что именно от нас требуют. Там время от времени появляется страшная мёртвая девочка, но она вроде как хочет выйти с нами на контакт, поэтому давайте попробуем поискать её. Насколько я понял, можно просто зайти обратно домой, и это никак, в принципе, не скажется на игре. Единственное, что от этого будет другая концовка, судя по всему, если ты не будешь как-то пытаться докопаться до истины. Но это только мои предположения. Меня не радует этот лес, и с каждым разом он становится всё хуже. Он реально очень печальный, и здесь постоянно какие-то звуки то слева, то справа, то снизу, то сверху, и перемещаться куда-либо реально не хочется. Но, тем не менее, мы идём вперёд. В принципе, в целом, я разобрался с механикой игры, и я понимаю, что нужно делать, твою мать, в доме. Но что делать в лесу? Чёрт его знает. Говорят, в игре несколько концовок. Хорошо будем искать. Не самая увлекательная часть. Вот она где-то рядом. Не вижу. Но мы пришли к дому. Не хочу. Не хочу домой. Домой мы пойдём потом. Давайте запомним, что он по этой линии. Хотя, я думаю, если он скроется за экраном, то он же может оказаться совершенно в другом месте. Поэтому просто пойдём и посмотрим. В принципе, ничего сложного в том, чтобы переживать местные ночи, я пока не увидел. Поначалу... Поначалу было дико страшно, но со временем... Всё равно страшно охренеть как. Но при этом хоть понимаешь, что делать нужно. Моя тактика в том, чтобы не тушить фонари, и она себя полностью оправдывает. То есть, время идёт гораздо быстрее со включенными лампочками, по моим заметкам. Ну и кроме того, не так страшно. И когда лампочки тухнут, можно очень легко определить, где находится невидимый монстр. В темноте этого, конечно, хорошо видно, но в темноте всё-таки... Жутенько. Мы ходим кругами вокруг этого дома. Ладно, чёрт, с ним пойдём. Так можно круги нарезать просто часами. Хорошо. Очередная ночь. Насколько я понимаю, мы уже половину игры прошли. Или как? И вновь продолжается бой. Кирпичный. Кирпичный. И полом, мать! Дом опять просто гол. Умение правильно прятаться необходимо каждому. Это уже давно не секрет. Это общее место. Но я ещё с детства достиг особых высот в этом трудном искусстве. Чтобы тебя не нашли, соблюдаю одно важное правило. Не смотри, и никто тебя не увидит. Чего я не вижу, того нет. Это странно, но это работает. Как скажешь, родной. Судя по крикам, твари уже в доме. Поэтому давайте приступать. Так, ты будешь что-нибудь делать, нет? Вспоминать ничего не хочет. Хреново. Так, ну давайте зажжём эту лампу. Если честно, я хочу сначала туда вниз, вправо спуститься. И разобраться с тем, что там находится. Поэтому погнали. Я просто сделал такой подкод, чтобы увидеть, откуда приходят враги, если что. Понятное дело, что они могут прийти и с другого места. То есть тупо откроются порталы, из которых упали за твари. Но. Хоть как-то обезопасить себя. Так, что у нас здесь? Очень похоже, кстати, на место, в котором мы уже были. Отлично. Тихо. Кажется, за этой дверью что-то плохое просится ко мне. Я понял. Туда я уже не хочу. Я... Я думал, это просто не кажется. Но на самом деле, я уже перехотел туда идти. Вы, кстати, смотрите в наушниках. Если нет, то... Это очень печально. У меня знакомый, кстати говоря, рассказывал в переписке, как он прошел Outlast. Совершенно не боялся. Не в наушниках сидел. Пазар, я бы сказал. Что это? Какие-то корения или что? Такое чувство, что тут кто-то побывал. На дверном замке отпечатки губ. Как будто дверь поцеловали глиной. Что? Какого хрена вообще? Я уже не очень хочу туда идти. Но именно туда мы и пойдем в первую очередь. Так, наверху плохое место. Нужно его обезопасить быстрее, пока оттуда не полезло что-то непотребное. Давай, родная. Давай быстрее. Отлично. Вспоминай, как тут все было. Так, хорошо, мы держимся. Вот отсюда оно и лезет теперь, да? Так, ну вспомни, ну. Давай, ты же можешь. Мы прогоним этих садомитов отсюда. Вот так. Ничего полезного, но... Хоть как-то. Что плохо со включенным светом, так это то, что... Ты просто можешь не увидеть врага, когда он заходит в комнату. Ты сам поверил в меня. Какая-то глина и след уходит... След выходит из подвала. Я иду на твой страх. Это чавканье меня не радует. Давай, давай. Давай играй. Давай не будем. Вспоминай, родной, вспоминай. Нужно прятаться, нужно прятаться. Там что-то... Что-то ходит. Давай, родной, быстрее. Это... Здесь нельзя спрятаться, да? Ну что, пойдем наверх? Ха-ха-ха-ха. Ой, бляху. Ты меня видишь? Я не хочу тебя видеть. Ни за что. Ни за что. Вы видите, что тут творится? Я тебя не вижу и видеть не хочу. Давай, давай, давай. Подойди ближе. Иди в задницу. Давай, быстрее. Давай. Давай. Я слышу, как ты дышишь. Что это за хрень такая? Давай, давай, давай. Давай, быстрее, давай. Она же уже рядом. Ничего полезного. Да вы издеваетесь. Ты запер себя в ловушке. Это тебе так кажется. На самом деле, я сейчас вспомню что-то хорошее. И ты исчезнешь. Вот так. Отлично. Не знаю, что это, но... Ему похоже на свет вообще просто пофиг. Просто пофиг. Так. Ты посмотри на это дерьмо. Она заляпала весь дом. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо. Тихо, тихо. Я понял, как ее можно увидеть. Я хочу тебя видеть. Может, не надо? Вон, вы видите? Пустяня. Куда она идет? Куда она идет? Куда она идет? Я не хочу тебя видеть. Я не хочу видеть из... Знать тебя не хочу. А, давай быстрее. Это что-то новенькое. Ой, блин. Так страшно, мне давно не было. Ау, ау, ау. Тихо. Чини. Не заходи в глаз. Только не заходи в глаз. Быстрее, родной. Быстрее. Давай, давай, давай. Отлично. Почему я так давно сюда не заходил? Оно ушло? Похоже, что да. Нам немножко осталось продержаться. Твою мать. Теперь прорыв там. Давай, 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 давай. Так, вспоминай. Что у нас здесь? Тволер? Тихо. Я могу промотать время и выбраться из этого дерьма, но я предпочитаю восстановить. Ох, твою мать. Никто не говорил, что будет так страшно. Эти твари, они похуже, чем то, что бродило безголовно. Все живет. В эту игру нужно играть в тишине. За два часа до рассвета соберите гостей. Все выбирают себе по человеку. После этого гости должны бесшумно ходить по дому. Каждый напряженно думает о своем. Рано или поздно вы услышите голос. Птицы, птицы, собирайтесь вокруг мраморного гнезда. Все должны замирить. Умерить, послышалось? Ох, прочиталось. Если шорох продолжится, это значит, что игра окончена и нужно немедленно прекратить. Среди вас невидимка. Это, по-моему, очень полезные жизненные советы. Мы пережили еще одну ночь. Дома все больше. Время остановилось, мы можем ходить и осматривать все. Природа машина. Природа сильнее человека. Все в ней разумно и просто. Все объяснимо. Ее законы простые и стабильные. И самое надежное из них – это время. Циклы, распады, необратимые на повторяющиеся процессы. Оно всегда ставит все на свои места. Почему время замирает? Зачем? Есть что вспомнить в этой комнате? Нет? Хорошо, прихожая. Ты себя запустил. Твой дом заколочен, сжат и опустошен. Восстановить его лучше как можно скорее. Потому что она уже близко. Она? Чистых листов остается все меньше. Впервые была объявлена комиссия хосенью, спустя полгода после волнений. Подавалось все это как народная инициатива. Во дворе нашего дома собрались жители. Никто ничего не понимал. Волновались, кричали, гадали. Во что все это превратится? Слухи были самые разные. Сюжет цепляет все сильнее. Унылое место, но мне здесь спокойно. Это лесная земля. Глина, песок, перегной. Обычная почва. Гости почти не убивают. Что? Гости почти не убивают. Они просто возвращают тебя назад, потому что ты еще не закончил. Я бы это назвал по-другому. Эти глиняные следы на стене, это было самое страшное. Самое-самое страшное. Нет, самый страшный был этот чавкающий звук, когда она передвигается по стене. Я, правда, не знаю, кто она, но она. Каждый день я беру атмосферные пробы. Влажный стабильный состав, азот, кислород. Земля не меняется уже много лет. Все то же, что было при предках, только беднее. Отмечать этот факт за дня в день – моя работа. Ты все верно говоришь. Все тихо. Не слышно ни сов, ни волок, ни волков. Только ледушки. Ледушки. Лягушки и мошки. Начинают зачитываться уже. Так, здесь у нас ничего нового. Окей. Закрыто. Вам тут не рады. Уходите. Вы заметили, что мы постоянно, когда... Что? Там появились двери? Или просто не видел раньше? Постоянно, когда просыпаемся с утра, мы оказываемся вот именно в этом доме. То есть он вроде как не меняется. Тут много книг. В них содержится множество однообразных данных. Сомневаюсь в их пользе. Все, чем набит этот дом, хранится в моей голове. Разницы нет. Нет, я так давно здесь живу, что фактически сросся с моим жилищем. Лимбо города. Что там на стене? Ничего хорошего. Можно, короче говоря, просто идти туда и заниматься тем, что нам положено по сюжету, но можно бродить по дому и раскрывать секреты этой истории. и это, по-моему, гораздо более интересно. Как я мог прощелкать это помещение? Ну, я мог. Я знаю. Ну, хорошо. Давай займемся положенным нам. Здесь тоже ничего нового. Надо навести порядок в доме. Пора принимать гостей. и запустить время. И все-таки хорошо тому, кто закончит свой путь со спокойным сердцем. Тяжело встречать смерть, не успев довести дело до конца. Что у тебя такие мысли, пацанчик? Нас опять ждут на улицу. Так, давайте еще раз попробуем включить свет. Возможно, что-то да произойдет. Хотя, судя по всему, нет. Порядок у нас в доме теперь полный. Отлично. Все-то не слава богу, да? Вы же просто не успокоитесь. Поэтому мне придется это делать за вас. Пойдем на улицу. Будем надеяться, здесь будет без сюрпризов. Я уже привык к этому месту. Нужно найти либо дом, либо девочку. Найти девочку становится все сложнее. Я даже не знаю, нужно ли нам это. Это очень жутко, по-моему. Это очень жутко, по-моему. Нет. Хорошо, допустим. Странный немыслимый мир показался мне там за деревьями. Мой долг отмечать перемены в мире. Но как я могу это все допустить? Это было, по-моему, очень странно. Но мы продолжаем идти вперед. И, знаете, у нас неплохо получается. Так, кажется, где-то поблизости я видел дом. Или мне показалось? Где-то вон там. Нет, похоже, что нет. Пока что все довольно спокойно. На самом деле, сейчас я ищу дом. Все, я уже убираюсь отсюда. По-моему, все, что могли тут сделать, на сегодня мы сделали. Чуть больше контроля в перемещениях. И все становится гораздо легче искать. Идешь, в принципе, по трем. Тропкам. Так гораздо легче, чтобы найти. Так, здесь. Похоже, что нет. Вы знаете, я реально уверен, что мы просто не найдем ее больше данным утром. Или днем, или что это. А вот и наш дом. И на этом давайте завершать эту серию. Сегодня было довольно страшно. Эти новые монстры, которых мы встретили. Непонятные, невидимые чудища, которые ползают по стенам. И оставляют после себя глиняные отпечатки. Это, по-моему, реально просто... Не очень хорошо. Это действительно пробирает до мурашек. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok